Витископ Пройдет время, клубам опять нужно будет платить деньги. Да, сейчас там вопрос стоит 50 тысяч гривен. Этот же вопрос, допустим, сейчас они заплатят эти деньги. Этот же вопрос станет через 2 месяца, через 3 месяца он станет. И все равно вот эта вот приват-история с Игорем Коломойским, все равно она рано или поздно закончится. Так как она вот закончилась с женским баскетболом, как она закончилась в футболе, с киевским арсеналом, с криворожским кривбасом. Поэтому тут ничего, не нужно строить никаких иллюзий. Плюс еще один фактор, я забыл упомянуть, Евробаски 2015, под которые рассчитывали, под которые собирались строить арены, возвращаясь к Игорю Коломойскому. Как я понимаю, у него была мотивация сохранить, по крайней мере, клубы во Львове, в Одессе, в Днепропетровске. Ну, в Днепропетровске у нас есть команда. Это те клубы, которые должны были бы стать хозяевами в его аренах, которые бы регулярно стали бы полноценными участниками и создавали там тоже определенный элемент шоу какого-то, которое делалось бы на этих аренах. Но у нас Евробаски 2015 не будет. Евробаски 2017, которые нам дали, ну, на сегодняшний день, откровенно говоря, не видно, за счет чего он в Украине появится. Потому что ничего в этой сфере не делается. Условий в стране для появления Евробаски 2017 нет никаких. Даже арткомитет 2015, который занимался, он по большому счету, его уже нет. Маркиан Лубкивский ушел на работу в СБУ. Инвесторам сегодня не интересно вкладывать деньги в баскетбол, где ничего не происходит, где никто не пытается развиваться, где все привыкли жить сегодняшним днем, каким-то коммунизмом.